Сегодняшнее видео я посвящаю орхидеям, цветению орхидеи. Также это будет первый вопрос. И вторым, что делать с цветоносами после цветения орхидеи. А вот эти два вопроса сегодня разберем. Если вам интересно, то оставайтесь. Кто здесь впервые, меня зовут Наталья Белотилова. Канал про дачу, а также комнатные растения и вообще жизнь женщины за 60 лет. Итак, сначала разберем цветение орхидеи. Что я, к чему я пришла для того, чтобы у меня орхидеи цвели практически все время. Ну, все время вообще не надо, потому что, например, мы летом живем на даче. И уезжая, орхидеи остаются дома, в квартире. И я даже их прошу, ну не цветите сейчас. Сейчас отдыхайте, а цветите тогда, когда мы осенью приедем. Вот это вот орхидея. Кто уже смотрел мои предыдущие видео. А предыдущие видео о том, как, если вы купили орхидею, принесли с магазина, что я делаю с ней. То есть это из опыта уже, из моего, к чему я пришла. Что выбрала для себя, вот так скажем. И второе, как за ними ухаживаю. А сегодня именно о цветении. Но вот именно вот эта желтая орхидея у меня без перерыва цвела 4 года. Вот сейчас ей 5 лет. В этом году она сделала небольшой перерыв. Итак, о цветении орхидеи. Но начну я. Вообще весь пример, наверное, будет больше о вот этой белой орхидее. Ей уже более 15 лет. То есть 15 лет полных. Итак, для того, чтобы мои орхидеи цвели, я делаю один раз в год. Это обязательно витаминно-минеральную подкормку. Подкормка эта состоит из витаминов группы В и янтарная кислота. Кому интересна подробная информация, об этом есть в моих видео. Ссылочка под этим видео закреплена. Орхидеи, естественно, еще и удобряют. Ну, все, наверное, слышали. Есть, конечно, комнатные удобрения. Конечно, ими не рекомендуют подкармливать. Хотя некоторые удобряют. А есть еще вот такие вот удобрения. Ну, они всякие есть. Ну, для орхидей. То есть удобрения для орхидей. Но что важно, что вот этим удобрением для орхидей, если у вас ослабленные орхидеи, то удобрять не нужно им. Такая особенность. Удобряют, ну, почитайте по... Естественно, что мы все грамотные, можем читать. Как удобряют? Ну, вообще, раз в месяц можно удобрять. Но бывают такие периоды, что я вообще забываю вот об этом удобрении и не поливаю. Иногда поливаю. Главное для меня витаминно-минеральная подкормка осенью. А что еще? Вот смотрите, я вам говорила о том, что... И мы сейчас плавно перейдем от цветения орхидей к... Что делать с цветоносами? Во-первых, цветоносы не нужно обрезать сразу, когда отцвела орхидея. И брать ее вот так вот под корень, ну, вот где она растет, вот здесь вот, ее обрезать. Вот конкретно с этой орхидеей у меня была такая история. Это моя первая орхидея, которую мне муж подарил, когда-то было в нулевых. Вот. И она цвела, был хороший такой вот, ну, типа вот такого цветок. И когда он отцвел, отцвел цветок, значит, его надо обрезать. Я его обрезала. И 8 лет вот эта орхидея вообще не цвела. Но из интернета я потом, естественно, прочитала, что ей нужно сделать стресс. Какой стресс? Например, ее из душа полить. Именно холодной водой. Я так делала. Она не зацвела. Далее опять я читаю. Ей нужно сделать стресс. Поставить ее в темную комнату. Ну, и практически там не поливать какое-то время. И она вот от этого стресса, вы ее достаете, и она зацветет. Ничего не получилось. И так вот просто я ее там поливала. Как бы, и все. И она вот так жила. Ну, просто с листьями. Вот сейчас вот у нее, видите, какие листья. Ее уже нужно пересаживать. Я ее за это за все время, то есть ей более 15 лет, пересаживала 3 раза. И вот сейчас нужно, видите, уже корни. Корней сколько? Буду четвертый раз пересаживать. В чуть побольше, наверное. В горшочек чуть побольше. И так, стресс она получила, не получила. Не знаю, я ее вынула, она не зацвела. И какой-то... И да, я уже говорила. Годы идут, и тут я узнала, что оказывается, есть такая чудотворная настойка для орхидей. Это чесночная. И вот я сделала эту настойку, и орхидея у меня зацвела после трех сеансов. После трех сеансов она у меня зацвела. Поэтому эту чесночную настойку я применяю для всех своих орхидей. Хотя у меня их немного, но я, естественно, это делаю. И тоже я делаю это в зимний период один раз обязательно. То есть для цветения, вот так вот я как бы для себя выяснила, если я ее вот этим чесночной настойкой напоила, и она после восьмилетнего нецветения зацвела, я сделала такой вывод, что ну вот действительно это что-то работает, и этим нужно пользоваться. И так вот этим я пользуюсь. Все очень просто на самом деле. Беру чеснок, вот я взяла полтора литровая у меня банка, и три головки чеснока. Чеснок пропускаю через чеснокодавилку, и естественно в банку. Все, что осталось на инструменте, тоже туда в банку закладываю. Далее заливаю водой все это. Теперь все это дело перемешиваю и ставлю настаиваться. За сутки этот раствор настоялся. Его процеживаю через сито, и можно им пользоваться. Поливаем так же, как все растения поливают. То есть сначала мы просто водой поливаем, а затем уже только вот этой настойкой. Берегем корни. Когда они отцветут, я естественно сейчас не обрезаю ее, не обрезаю, не беру ее так ножницами, не обрезаю. Вот смотрите, например, вот этот вот. Вот конкретно вот этот. Во-первых, когда она отцветет, во-первых, когда отцветет орхидея, сразу ничего не делаем, просто ждем, что с ней будет. Если она захочет, то она засушит свой вот этот вот цветонос. Он начнет засушиваться отсюда, от кончика, и пойдет засушиваться по стволу. Есть два пути. Вы видите, что она засушивает свой цветонос. Отсчитать раз, два, раз, два, три, четыре. Вот видите, это вот междоузье. Раз, два, три, четыре. И вот так вот обрезать. Ну, обрезаете, и дальше там вот это вот место, кто чем замазывает, там зеленкой я, например, да, кто-то даже штрихом, белый такой штрих, знаете, вот ты им замазывает. И она потом, когда в следующий раз будет цвести, а может даже через цветение, она дает, вот видите, ну, мелкую, конечно, вот в данном случае, видите, вот мелкую такую. Еще один отросточек, и на нем вот здесь два цветочка, еще вот один бутон. Сейчас покажу. Вот, вот этот. Вот два цветочка и один бутон. Ну, в данном случае вот здесь вот маленькую. Вот видите, у меня стоит еще один вот засушенный. В этот раз она его не стала выдавать из него боковые соцветия для того, чтобы цвести. Только дала вот этот. То есть вот эти два у нее новые, а вот с этого, с одного она дала. А этот стоит в запасе. Боковые соцветия, чтобы зацвести. То есть мы даем ей право. Будет она засушивать вот свой цветонос. Ну, вот здесь вот очень так мне не нравятся такие цветоносы, когда она выгоняет. Тоже, видимо, за этим какой-то секрет кроется. Вот. И бывает, что она так засушивает, что он прям вот стремительно засушивается. Естественно, тогда мы его просто-напросто вот так здесь внизу и срезаем. Он полностью засушивается, мы его срезаем. А иногда он зеленый, но мы даже зеленые считаем раз, два, три, четыре и над четвертой почкой обрезаем. И вот тогда она либо в этот год, либо на следующий год даст такие отростки и будет цвести. А те первые два видео, это об уходе орхидеи, как сажать, как поливать, о том, как, когда принесли мы с магазина, либо вам подарили, что мы сделаем с орхидеей. Ну, а вот здесь я вам рассказала о трех видах удобрений. И как мы делаем, и что мы делаем с отсвевшими цветоносами. Не обрезаем у корня. Ждем либо засушиться, либо он будет зеленый, но в любом случае, если засушиться, если засушиться, то, конечно, обрезаем, а если нет, то над четвертой почкой обрезаем, и она еще нас порадует потом. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписались, канал за продачу. Много будет всяких разных цветов.